Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и описание этих работ по книге великие музеи мира. Йоахим Паттинир. Крещение Христа. Около 1515 года. Дерево-масло. 59 на 76. Йоахим Паттинир по праву считается одним из родоначальников новоевропейского пейзажа. В сюжетных картинах этого мастера из Амстердама природа становится важнейшей композиционной и смысловой составляющей действия. Стремясь воплотить в одном произведении все разнообразие форм земного ландшафта, он создает образ величественного мироздания, в каждой частице которого ощущается присутствие Божественного Духа. В Крещении Христа два разновременных события священной истории объединены широкой пейзажной панорамой, осененной благословением Бога Отца. Туманные равнины, живописная долина реки, безжизненные скалы и поросшие темной зеленью холмы, являясь частью грандиозного космического единства, показаны художником с весьма высокой точки зрения, благодаря чему небольшая по размерам композиция выглядит впечатляющей и монументально. Его пространство делится на три последовательно сменяющих друг друга плана, которые окрашиваются по мере удаления от зрителя, соответственно, коричневато-зеленым, желтым и серо-голубыми тонами. Мастер умело увлекает взгляд зрителя вглубь, к дальнему горизонту. Таким образом закладываются предпосылки для передачи воздушной перспективы. Пейзаж создает и особую эмоциональную атмосферу. Пустынный суровый ландшафт местности, где разворачивается проповедь Иоанна Крестителя и свершается Крещение Христа наряду с холодной колористической гаммой картиной, придает изображению драматическое звучание. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Крещение Христа» автор Иоахим Паттинир около 1515 года «Дерево-масло». Пока-пока, до свидания, всего хорошего!